Вот коляска, в которой лежал ребенок. Она находилась там, на балконе. Это БИСК. По счастливой случайности, ребенка занесли в дом буквально за секунду до того, как ледяная глыба сорвалась с крыши и разбила стекла на балконе. Пострадавшие говорят, всему виной бездействие управляющей компании, которая вовремя не убрала с крыши снег. А это Барнаул, дом по проспекту Социалистическому 128. Двор покрыт свежеупавшим снегом. По счастью, никто из жителей не пострадал, чего не скажешь о балконах и ограждении на крыше. Вот это произошло сегодня около 7 утра. До этого момента управляющая компания снег с крыши не убирала должным образом. То есть, если в других домах убирают, там, естественно, нет таких сходов. Жители этого дома рассказали нам, что намерены обратиться в полицию, чтобы зафиксировать ущерб. А вот проживающим в пятиэтажке по улице Глушкова, 36, можно лишь развести руками. Упавший снег переломал лавочки, установленные по программе благоустройства городской среды. Жители, правда, не на камеру заверили. Перед тем, как это произошло, звонили в управляющую компанию с просьбой почистить крышу. Ну, увы. А вот жители дома на Витебской-3 уверяют, за всю эту снежную зиму управляющая компания не чистила крышу вообще. В итоге снег сошел вместе с частью крыши. Первый раз очистили вот сейчас, когда случилось, что пошел снег с шифером вместе съезжать. Вот первый раз у нас почистили, приехали, пригнали три человека, вот они быстренько счистили его. Ну, уже тоже с остатками шифера сколько там было. Дыры в кровле уже прикрыло свежевыпавшим снегом. И жители опасаются, что скоро съедет и остальное. Между тем, в администрации Барнаула нам пояснили, по правилам люди с лопатами должны появляться на крыше, когда толщина снега достигает 30 сантиметров. А во время оттепели должны работать постоянно. Увы, так поступают не все УК. Самый действенный способ повлиять на управляющую – обратиться с жалобой в городской комитет ЖКХ. Реагировать обещают незамедлительно, но делать это лучше всего письменно или через сайт ГИС ЖКХ. Просто позвонить по телефону и пожаловаться недостаточно. В то же время чиновники напомнили жителям нюансы – не всегда чистить снег должна сама управляйка. Если собственники помещений в доме самовольно установили балкон, я имею в виду застеклили балкон, изменили конструкцию козырька, то данная обязанность ложится на плечи собственника данного балкона, собственника квартиры. И сегодня жители, проживающие у нас в таких домах, должны совместно с управляющими компаниями принимать решение о том, каким образом эта очистка будет производиться. Между тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни природа даст горожанам перерыв. Осадков не ожидается. Снег вернется лишь к концу недели. А жителям пострадавших домов остается надеяться, что на этот раз управляющие компании будут на чеку. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком.